Здравствуйте! Вы смотрите программу события в студии Виктория Шаре. Коротко о главных темах выпуска. Череда трагедий на самарских дорогах. Сразу несколько пешеходов в разных районах города оказались жертвами ДТП. В Самаре ищут водителя, сбившего насмерть трехлетнего мальчика. Шокирующее ДТП, которое произошло накануне около 6 часов вечера, стало сегодня самой обсуждаемой новостью. Бабушка с двумя внуками шла по пешеходному переходу в районе боевого переулка. Это в Кировском районе города. Водитель, пока не установленного автомобиля, предположительно это была Лада Калина, на большой скорости сбил людей и скрылся. Бабушка с переломом ноги и девочка с переломом позвоночника находятся сейчас в больнице имени Симашко. Трехлетний мальчик скончался от внутренних травм, не приходя в сознание. Родственники и друзья семьи обращаются ко всем очевидцам трагедии с просьбой сообщить любую информацию. Свидетели заметили на месте аварии калину темного цвета, потом поступили сообщения на то, что на месте ДТП обнаружены осколки бампера уже розового или перламутрового цвета. Убедительная просьба всех, кто был в то время, это без 10-6 в районе пересечения промышленности, боевого промышленности, аэродромной, обратить внимание на свои регистраторы, вспомнить, может быть, кто-то видел несущуюся машину со сломанным бампером. Любая информация может помочь в расследовании. И еще об одном ДТП с трагическим исходом. Водитель автомобиля, наехавшего на женщину в Самаре, задержан. Это произошло накануне в 5 часов вечера на улице Пензенской. Эти кадры сняты на видеорегистратор. 65-летняя пенсионерка пыталась перейти дорогу в неустановленном месте, в результате чего ее ударила легковушка. Когда женщина упала на асфальт, другая машина из крайнего левого ряда наехала на нее двумя колесами. От полученных травм пострадавшая скончалась в больнице. Водитель с места происшествия скрылся. Теперь ему грозит уголовная ответственность. В результате проведенных разыскных мероприятий водитель с места происшествия был установлен и задержан. В настоящее время в отношении него возбуждено дело административного правонарушения, решение, по которому будет приниматься в суде. Два года в колонии строгого режима и штраф в 15 тысяч рублей. Такое наказание суд промышленного района Самары назначил бывшему директору кафе «Чистые пруды» Виктору Яковлеву. Его обвиняли в жестоком избиении жителей Самары, одному из которых пришлось пережить сложнейшую хирургическую операцию. С подробностями из зала суда Павел Баймаков. На этих фотографиях Алексей Богаткин, один из потерпевших, выбитые зубы, сломаны и переносятся два перелома верхней челюсти. Все эти травмы, как установило следствие, были получены им 27 февраля в кафе «Чистые пруды», где молодой человек отдыхал в компании друзей. Это интервью было записано спустя три недели после случившегося. В какой-то момент Женя Алексеев случайно стакан разбил, но мы сильно значения не придали, отставили процессуторную, решили оплатить вместе со счетом и сидели, продолжили общаться. По словам Алексея, позже к ним подошел директор кафе Виктор Яковлев и грубо потребовал немедленно расплатиться. Сам подсудимый уверяет, он-то разговаривал вежливо, в отличие от нетрезвых клиентов. Еще не было ни поделом, ни счета, ничего, никто ничего не... Я просто попросил обратить внимание Алексееву на то, что Богатин все уже, ухой, не надо порядок, ничего не надо, за это все равно придется платить. Я вообще никому не трогаю. И все же следствие посчитало Яковлева зачинщиком драки, правда ему помогал еще один человек, кто он до сих пор не установлено. Весь круг лиц установлен, находящийся в кафе, был. И почему это лицо не установлено до сих пор, остается вопросом. Скверные слухи об этом кафе ходили и раньше. А так бывший директор Виктор Яковлев встречал членов общественного движения по защите прав потребителей. Хорошо. Почему вы камеру мою трогаете? Убери камеру. Я камеру никуда не уберу. Можете вызывать полицию? Можно без полиции. Можно без полиции. И я плачь не буду. Из потерпевших на приговор явилась только супруга Алексея Богаткина. От комментариев она отказалась. Почему изувеченные клиенты кафе не стали требовать компенсации, ущерба не пояснила. Виктора Яковлева приговорили к двум годам в колонии строгого режима. Приговор защита намеренно обжаловать. Наручники на осужденного надели прямо в зале суда. Павел Баймаков, Станислав Левин. События. Шестиметровый милиционер теперь будет охранять покой горожан в центре города. В Самаре установили памятник дяде Степе. Знаменитый персонаж из произведения Сергея Михалкова поселился на пересечении Молодогвардейской и Ленинградской. Это уже 17-я скульптура за последние годы, установленная в городе за счет внебюджетных средств. На открытие скульптуры в Самару прибыл автор работы Зураб Церетели и сын поэта, режиссер Никита Михалков. Похож ли бронзовый дядя Степа на своего литературного прототипа? Лариса Шалафаст поделится впечатлениями. Кто не знает дядю Степу? Дядю Степу знают все. Открыть памятник знаменитому милиционеру собрались сотни самарцев. Его автор, народный художник СССР и России Зураб Церетели, приехал на открытие. Эта скульптура – первая его работа, установленная в Самаре. Автору интересно мнение горожан. Когда откроем, вот там будет все сказано. Какой образ, какой стойка, какая пропорция, похоже или не похоже. Бронзовый дядя Степа в форменной шинели и фуражке широко шагает по самарскому арбату мимо светофора, который по высоте немного превышает рост великана-милиционера. Снизу на дядю Степу с восхищением смотрят дети. Высота всей скульптурной композиции – почти 6 метров. В памятнике мне больше всего понравился его рост большой и то, что вокруг стоят дети. Он был очень большой в мультике, и мне очень понравился его памятник. Я бы хотела посмотреть его еще раз. Мы живем здесь рядом, и теперь каждый вечер будем ходить любоваться. Знаменитого дядю Степу Сергей Михалков написал 80 лет назад. Образ смелого милиционера был примером для многих поколений советских мальчишек и девчонок. Немногие помнят, что в 70-е годы прошлого века и в Куйбышеве жил свой дядя Степа, милиционер которого знали и уважали многие горожане. Правда, фамилией его была не Степанов, а Малинин. Такие герои были и будут всегда, уверен сын знаменитого поэта Никита Михалков. Это замечательно, что в городе есть интерес и желание помнить тех, кого не было на свете никогда, но которые остаются в памяти, потому что они продолжают работать. Персонажи эти продолжают работать. Они воспитывают молодое поколение. Отец мой сказал, сегодня дети, а завтра народ. Поэтому я очень благодарен вам от имени семьи нашей. Этот памятник, как и многие другие, в Самаре изготовлен на частные средства. В этот раз это пожертвования ветеранов и сотрудников полиции, а также почетных жителей Самары. За четыре года работы оргкомитета «Культурная Самара» в областной столице установлено немало арт-объектов. Дядя Степа стал 17-й скульптурой, которая будет украшением Самары. Лариса Шалафаст, Алексей Золотенков. События. Завтра на площади Куйбышева пройдет парад памяти. Он станет самым масштабным за последние годы. В нем участвуют делегации всех регионов ПФО. По площади пройдут парадные расчеты в форме и с оружием времен Великой Отечественной. А завершится парад пролетом самолетов и реконструкцией битвы за Москву. Сегодня у военных последняя репетиция. На генеральном прогоне побывала Валерия Макарова. Военные чеканят шаг. Ритмичный стук сапогов об асфальт – синхронная отмашка. Чтобы добиться этой слаженности, маршировали по два часа в день, рассказывает курсант Саратовской кадетской школы. А ночью приводили в порядок форму. Форма должна быть опаятная, я скажу так. Нет какая-то форма одежды определенной. Она должна быть опаятная, чистая, аккуратная. Не должно ничего быть оторвано, все должно быть на месте. Всю ночь подшивали там всю форму. На площади Куйбышева репетируют парадные расчеты. Завтра они пройдут перед сотней самарцев, а сегодня – генеральный прогон. Ответственность момента чувствуют все, поэтому четче шаг ровнее спины. Приятно смотреть на всех ребят. Это подрастающая смена тем воинам, которые пойдут в самом начале парада в военно-исторической форме 41-го года. Я думаю, что парад еще станет одной славной страницей нашего города, нашей страны. Точность до минуты. За этим следит герой России Игорь Станкевич. Командовать парадом будет он. Валерия Макарова, Артем Сулайманов. События. В преддверии парада памяти в Самару приехали герои России и Советского Союза. В самарских школах они провели уроки мужества. Вместе с учениками воспоминания о прошедших боях слушала Алина Чемерес. На данной диаране показаны один за другим бесконечно храбрые подвиги связистов. Экскурсия для героя. В первую очередь Геннадию Кучкину показывают музей воинской славы. Он посвящен связистам. В годы Великой Отечественной перед отправкой на фронт они обучались именно в этом помещении. Живая история из уст школьников. Трогает душу и вызывает гордость за современную молодежь, признается герой Советского Союза. Без глубокого понимания истории Отечества, глубоких чувств и уважения к своему Отечеству, как надо работать в нем, жить и как его защищать, мы просто-напросто не сможем существовать как цельное государство и как мощная и сильная страна. Военной службе Геннадий Кучкин отдал 20 лет жизни. Окончил Ульяновское танковое училище, командовал взводом. В 81-м отправился в Афганистан. Ум и хладнокровие не раз спасали жизнь ему и его подчиненным. Главным для Геннадия Павловича всегда было любой ценой сохранить людей. Когда мои солдаты попали в сложную ситуацию, то есть были окружены, надо было их выручать и выводить, как бы спасать. И вот в ходе боя, в динамике боя, было принято мною решение вызвать огонь на себя. В том бою никто не погиб, маневр удался. А вскоре в 83-м на груди командира Кучкина засияла звезда Героя Советского Союза. Сегодня Геннадий Павлович о своих подвигах рассказывает ученикам 37-й школы. Я чувствую гордость, что в нашей школе такой человек, и что он делится с нами своим опытом. Чтобы воспитывать патриотизм, чтобы мы любили свое Отечество, и чтобы не было никогда войны, не было ничего плохого, чтобы мы не повторяли ошибок прошлого. Это воспитывает в нас граждан своего Отечества, своей страны. И это воспитывает не только патриотизм, но и мужество. Герои России и Советского Союза, которые приняли в Самару вахту памяти, посвященную параду 7 ноября, не забывают и о тех, кто стоял с ними в одном героическом строю. Сегодня на доме номер 28 по улице Мяги появилась мемориальная доска. На ней имя Владимира Бешко, который получил звезду героя за неоценимый вклад в победу во время Великой Отечественной войны. Алина Чемерис, Дмитрий Мешканцов, События. Первый кроссовер автоваза вывели в свет. Модель продемонстрировали полпреду президента России в Приволжском федеральном округе Михаилу Бабичу во время его рабочей поездки в Тольятти. Сегодня уже готовы две сотни машин. Серийное производство должно начаться 25 декабря. В центре внимания делегации были и перспективы автогиганта, и два новых промышленных производства, открытых в особой экономической зоне. Заместитель председателя правительства России Дмитрий Козак отметил, что особая экономическая зона Тольятти входит в пятерку самых эффективных в стране. А сейчас коротко о других событиях, которые произошли к этому часу. К Земле летит опасный астероид. Его диаметр может достигать километра. Астероид зафиксировал российский автоматический аппарат «Мастер» из лаборатории ВЮАР. Новый астероид в три раза массивнее знаменитого «Апофиса», приближение которого ждут и опасаются во второй половине 2020-х годов. Завтра на железнодорожный вокзал Самары прибудет поезд «Победы» во главе с легендарным паровозом «Лебедянка». Под звуки военного марша он привезет ветеранов. Далее они отправятся на парад памяти на площадь Куйбышева. В Самаре меняется схема движения 11-го автобуса. С 9 ноября от остановки «Октябрьская набережная» он проследует по улице Лесной, Северо-Восточной магистрали, Новосадовой, проспекту Ленина, Осипенко и далее по своему маршруту к губернскому рынку. Это сделано для того, чтобы пассажирам было удобнее пересаживаться на другой общественный транспорт. 1 декабря в Самарской больнице имени Середавина стартует проект «Больничная клоунада». Волонтеры в костюмах клоунов будут развлекать маленьких пациентов. Тем самым помогая им отвлечься от мыслей о недуге. Этот метод арт-терапии в мире используется уже около 30 лет. На выходных в Самаре ожидается похолодание. Днем температура опустится до минус двух. Ветер северо-запада будет дуть со скоростью до 10 км в час. Короткометражный фильм о семейных ценностях снимают в Самаре. Молодой питерский режиссер Егор Чичканов, самарец по происхождению, который уже успел заявить о себе в Каннах, приехал на родину, чтобы снимать кино в экспериментальном жанре. На съемочной площадке побывала Марианна Мирная. Кадр 47-48, дубль 1. Работает. Ну хорошо же, что разменяли. Хорошо? Конечно хорошо, я и не спорю. А не свекли на эти деньги, ему вторую машину купили? Ну и мы вторую купили. Стоп. Огонь и чума. Если на съемочной площадке из уст режиссера звучат эти слова, значит, сцена удалась. Актер театра «Самарт» Дмитрий Добряков. Добрая традиция для всех приезжих киношников. Снялся уже в десятке фильмов, эпизоды которых снимались в Самаре. Актер говорит, большая разница. В театре второго дубля не бывает. А здесь от многочисленных повторений, как назло, текст вылетает из головы. Где-то вот сейчас к шестому дублю и начало все вылетать. Потому что кругом все ползают, ходят, кто-то держит что-то, свет направляет. В общем, много отвлекающих, конечно, маневров, но приходится собирать. Ну, работа такая. Съемки короткометражного фильма «Все остальные вещи» проходят в многокомнатной квартире на Тихвинской. Жанр определен как драмеди – смесь комедий и драмы. Одну из главных ролей играет заслуженный артист России Владимир Гальченко. Интервью дает, не отходя от кассы, точнее, во время грима. Артист – профессия такая, склонная к авантюре. Я люблю авантюры, я люблю неизведанные. Я не могу сказать, что я не схожу с киноплощадки, то есть я на нее редко захожу. Вот так будет точнее. Поэтому такой жизненный опыт, тоже связанный с моей профессией, только с другой ее частью, всегда, конечно, интересен. Сценарий написал сам режиссер Егор Чичканов. Молодой человек, родом из Самары. Закончил факультет режиссуры в северной столице. Приехал снимать в родные пенаты историю о провинциальной интеллигентной семье, которая переезжает из огромной квартиры. Но тут бабушка по непонятной причине берет и запирается в своей комнате. Просто закрывается на ключ и говорит, я никуда не поеду. Если вначале, ну да-да, очень смешно, а она на полном серьезе. Она действительно заперлась и никуда не собирается уезжать. И потихонечку эта маленькая нелепая ситуация, довольно комичная, превращается в ком кучу проблем, которые существовали у этой семьи всегда. В прошлом году фильм Егора Чичканова видели все, кто приехал на Каннский фестиваль. Картину показали на внеконкурсной программе. Режиссер надеется, что маленькая история большой семьи тоже будет участвовать во многих кинофестах. Премьера короткометражного фильма состоится в следующем году. Марьяна Мирная, Максим Гусев, События. Грандиозные проекты Советского Союза теперь без грифа секретно. Все научные разработки страны Советов когда-то отправлялись в Куйбышев. Именно здесь до сих пор находится единственное в стране хранилище технических документов. Как строили Байкал-Амурскую магистраль и главный корпус МГУ. Из чего сделаны звезды на башнях Кремля. И почему реки Сибири не удалось повернуть на юг, Марина Кравцова расскажет. Кремлевские звезды не гаснут никогда. Специальная подсветка работает круглосуточно уже почти 80 лет. В 1937 году натуральные уральские самоцветы померкли, прослужив лишь пару лет. И для звезд разработали специальное стекло – рубиновый селенид, который сияет и сегодня. Чертежи кремлевских светил хранятся в Самаре в филиале Госархива научно-технической документации. Здесь же рассекречены документы о реконструкции мавзолея Ленина на Красной площади. И о том, как разрабатывали специальное многослойное стекло для саркофага. Стекло очень интересно испытывали. По нему били палкой, его топтали ногами, стреляли из пистолета, стреляли из всякого вида оружия. Стекло оставалось целым, только покрывалось небольшими трещинами. И сейчас в Самаре хранится более двух миллионов уникальных проектов советских ученых. Именно в Куйбышев свозили все уникальные документы. Здесь располагался единственный в стране научно-технический архив. Подлинные чертежи легендарных «Волги» и Ту-114. Последние 10 лет удерживал звание самого безопасного пассажирского самолета. Есть здесь и проекты плавучей гидроэлектростанции и знаменитых московских высоток. Не все грандиозные идеи страны советов удалось воплотить в жизнь. Около 20 лет больше 160 организаций работали над проектом переброски части стока северных рек в Казахстан и Узбекистан, чтобы дополнительно обеспечить их пресной водой. Но проект имел свои недостатки, в частности, возможность затопления сельхозугодий и гибели ценных видов рыб. Против выступили и жители Сибири. В 1985 году проект был закрыт. На этих документах еще совсем недавно стоял гриф «Секретно». Теперь же, когда он снят, все желающие могут до 18 декабря прикоснуться к загадкам страны и советов. Марина Кравцова, Максим Гусев. События. Эфир продолжит новости спорта. Слово Сергею Кизоркину. Здравствуйте, я Сергей Кизоркин. И значит, вы смотрите «Самарские новости спорта». Тольяттинис выиграл бронзу чемпионата мира по кикбоксингу. В Самаре впервые прошел чемпионат по Волжье по чирлидингу. Чемпионат по Волжье по чирлидингу прошел в Самаре впервые. Впервые и в российской истории этого вида спорта. Выиграть путевку на чемпионат России приехали призеры региональных соревнований. Около 600 участников, 60 команд, 3 возрастные категории. Дети, молодежь и взрослые. Номинации, танцы и акробатика. Основное наше направление занятие фитнес-аэробика. А сейчас наш тренер решила новый вид спорта тоже привлечь. То есть это очень модно, новый вид спорта – чирлидинг. Поэтому мы вот сейчас решили попробовать свои силы. 63-й регион на межрегиональном турнире представляли 10 команд. Самарские, Тольятинские и Новокуйбышевские. Многие девочки со мной раньше занимались художественной гимнастикой. Некоторые просто подружки захотели заниматься, поэтому пригласили их. Они тоже занимаются теперь с нами. Но это непросто. Это могут девочки делать с физической подготовкой, конечно. Но это можно все развить. Растяжку, гибкость. Нет ничего невозможного. Чтобы дойти до межрегиональных соревнований, спортсмены тренировались 3 раза в неделю по 2 часа. Для первых тренировок уровень физподготовки значений не имеет. Было бы желание тогда, и результат будет, уверены спортсмены. Мы берем в секции всех желающих, а дальше уже дети должны просто-напросто освоить программу. И в принципе, если они выполняют элементы, то есть у них там есть необходимая растяжка, они знают там различные акробатические элементы, основные движения, они хорошо встраивают все в программу, они так же, как и все, принимают участие в соревнованиях. Приехали на соревнования и группы поддержки баскетбольных и хоккейных команд, перед которыми девушки выступают в перерывах во время игр. Танцуем на хоккее, у нас идет все оттуда, ну и потом выбираем сильнейших и едем на соревнования. Кроме права на участие в чемпионате страны и золотых медалей первенства по Волжье, призеры получили первый спортивный разряд, а там и до мастера спорта рукой подать. На чемпионате мира по кикбоксингу в Белграде Сербия мастер спорта международного класса из Тольятти завоевал бронзовую медаль. Александр Дмитренко выступал в разделах лоу-кик и Ка-1. До этого успеха житель Автограда дважды выигрывал чемпионат России и брал серебро чемпионат Европы. В полуфинале прошедшего мирового первенства уступил будущему чемпиону из Болгарии. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой. А я на этом с вами прощаюсь. Смотрите телеканал Самара Гиз в кабельных сетях города. Читайте нас в Твиттере, скачивайте приложения и смотрите на экранах смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Всего вам доброго и хороших выходных. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова